Пять лет. Именно столько мне пришлось ждать новости и обновления с ПВЕ-миссии от разработчиков Сурвариума Восток Геймс. Если говорить вкратце об обновлении, которое было добавлено 24 октября 2017 года, то это добавление ПВЕ-миссии, которую ждали очень и очень давно. Сюжетная миссия расскажет о противостоянии Черного Рынка и Армии Возрождения, а также приоткроет тайну над секретными научными экспериментами, приведшими к появлению леса. Специально для этой миссии создали новую карту с множеством как открытых, так и закрытых пространств. Старались внести в игру элементы следования и взаимодействия персонажей с миром Сурвариум. Миссия рассчитана на прохождение отрядом из трех персонажей, и для успешного ее завершения необходимо выполнить ряд заданий. Хотя бы один игрок должен достичь каждой из нескольких ключевых точек, в этом случае остальные участники отряда возрождаются и идут дальше. В случае гибели всех бойцов отряда миссия считается проваленной. Проходя командную миссию, вы ознакомитесь с сюжетной линией и сможете найти особые схроны с наградами, которые будут выдаваться участникам отряда при успешном завершении миссии. Кстати, не поздоровался. Всех приветствую, здравствуйте, выжившие в диких лесах или доброй зоны, кому как угодно. На днях грянуло обновление в игре Сурвариум от Восток Геймс разработчиков, некогда Сталкера, участников GSC Game World. Не исключаю, что это камбэк реально для Сурвариума, что-то новенькое, еще на один шаг ближе к тому, что ждали реальные игроки от разработчиков, от самого Сурвариума, который, как только появился, был угольком в угасающем костре всех фанатов игры Сталкер. Спустя более чем 10 лет после выхода Сталкера и спустя 5 лет после объявления о начале разработки игры Сурвариум, выходит обновление, о котором с гордостью заявляют разработчики, который громко о себе заявляет, и я очень надеюсь, что обосновано это обновление в Сурвариуме от 24 октября 2017 года, Сурвариум 0.50. Выкатили обновление, есть ПВЕ-миссия, есть патчноут, на котором я хотел бы подробнее остановиться, который, в принципе, откроет нам все тайны и все то, что таится в самой обнове. Итак, поехали. Добавление игрового режима командной миссии. Добавлена командная миссия «Опасное знание». Напомню, это название ПВЕ-шки «Новой» и «Первой». Для начала командной миссии необходимы особые ключи доступа. Ключи доступа делятся на бесплатные и премиальные. Ежедневно вы можете получить бесплатный ключ за каждую из первых двух побед в PvP-матчах, то есть максимум два ключа в день, и у вас не может быть более двух бесплатных ключей одновременно. Премиальные ключи можно купить в магазине, имеющиеся ключи не сгорают, а бесплатные ключи используются в первую очередь. И система доступа нам уже знакома по Warface. Именно в нем у нас на спецоперации доступы идут за счет жетонов. Вполне объяснимо, почему это сделали так же и в Survarium. Это просто-напросто предпочтение игроков. Все два с половиной игрока бросят сейчас PvP-мультиплеер в Survee и ринутся просто все на PvE-миссии. Поэтому таким образом немножко ограничивают. И плюс ко всему, чтобы попасть на следующие дни после обновы в командную миссию, то есть PvE, вам нужно будет победить в двух PvP-матчах. Вот таким вот образом добываются ключи доступа. В принципе, решение, я считаю, довольно адекватное. Далее. При первом входе в Survarium после выхода обновления 0.50 все игроки получат пять ключей доступа, два бесплатных и три премиальных, о которых говорилось чуть ранее. Чтобы начать миссию, за каждого бойца нужно потратить ключ доступа. Вы можете заплатить как за себя, так и за одного или обоих союзников. На первых порах, думаю, да, будет не хватать двух ключей в Survarium, и тем более, что их надо добывать в победах на PvP-матчах. Но время покажет, как все будет это дальше развиваться. Может быть, какие-то еще дополнительные способы будут приобретения этих ключей. Но будут еще премиальные, которые за деньги, за реал можно купить. Дальше, по крайней мере, для меня интересный пункт. Миссия рассчитана на прохождение отрядом из трех человек. Но при желании вы можете начать ее вдвоем или в одиночку. Это просто, блин, мечта для меня. Однако для этого вам придется заблокировать места. Заблокировать места вы можете заплатив одним ключом, если пойдете вдвоем, либо двумя ключами, если пойдешь в одиночку. То есть, вот таким вот образом. Хочешь идти в одного, обошляй за троих. В общем, все просто, как в трехместной повозке. Хочешь ехать один, платишь за соседние два места, чтобы повозка поехала. В принципе, справедливо. Молодцы, кстати. Но если вы не хотите обошлять ни за друзей своих, ни за пустые места, то можете просто вставать в очередь в одиночку. Игра автоматически подберет вам союзников. Никаких проблем. Отправитесь за опасными знаниями втроем. В процессе прохождения миссии вы можете обнаружить схроны с трофеями. Часть получить просто, остальные придется поискать. Чем больше ящиков вы найдете, тем больше наград получите при завершении миссии. Сбегая немножко вперед, скажу, что время в прохождении миссии ограничено. Дается на прохождение вам 45 минут. То есть, в принципе, если в одного запускаться и шарить там под каждым камнем, ну, это будет реально интересно в одного, да, там, копошиться. 45 минут, в принципе, для этого, ну, я думаю, что достаточно. Далее, на каждом из 5 уровней экипировки доступно 3 уровня сложности. Легкая, средняя и высокая. Награды за прохождение миссии зависят от количества найденных схронов, уровней экипировки и сложности. Не стоит, кстати, путать уровни сложности с уровнями экипировки. То есть, уровень экипировки – это ваши снаряга и пушки. Они там делятся по уровням. Ну, условно, там, днище, среднее, топ, имба и так далее и тому подобное. Плюс ко всему, еще и уровни сложности – это отдельная тема, легкая, средняя и высокая. Ну, естественно, чем жестче миссия, уровень сложности, точнее, в ней, и чем выше уровнем у вас есть шмот и стволы, тем, конечно, с матча не будет награда. Я думаю, что это справедливо. Для прохождения миссии необходимо выполнить ряд заданий. Хотя бы один игрок должен достичь каждой из ключевых точек. В этом случае остальные участники отряда возрождаются и идут дальше. Ну, что-то вроде системы контрольных точек. Все правильно, все справедливо. Появится возможность продолжить игру, если что-то не получилось, и вы погибли в ходе миссии. Следующий пункт. Вы можете обыскивать убитых врагов, чтобы пополнить запас патронов. Вот такая вот тема сделана. То есть, во-первых, говорит это о том, что нет у нас никакого боезапаса с собой, ни в рюкзаке, ни еще где-то там. Вот сколько есть патронов. С этим запасом и отправляетесь. И также это, ну, я так предполагаю, говорит о том, что режим больше предусматривает не мочилово ботов, а реально какой-то исследовательский такой режим и поиск схронов. Ну и последний момент по поводу ключей доступа. Мало того, что это очень ценный ресурс и ограниченный ресурс, который позволяет вам запуститься пару раз на ПВЕшку. Ну, конечно, можно закупаться премиум ключами. В общем, я к тому, что эти ключи дают, помимо возможности запуска в ПВЕшку, еще и возможность моментального возрождения. То есть, действуют не только как жетон доступа к миссии, но если вы еще и погибли, то можете использовать его как знак возвращения. Так что вот такие дела, вот такие подробности из игры Survarium. Я, блин, искренне рад, что у ребят из Mosto Games все-таки хватило терпения. Я очень надеюсь, что это реально второй шанс, тем более, что конкурентов, по большому счету, сейчас нет. Если раньше блистал Warface своим ПВЕ-режимом, ну, сейчас спецоперациями. Ну, я вам, вот как олдскульный ПВЕшник, я вам честно скажу, ПВЕшки старые, раньше их было гораздо интереснее проходить, чем сейчас вот эти вот спецоперации задротить. Поэтому я не считаю, что у Survarium, а в этом плане, есть сейчас какой-то достойный конкурент. Посмотрим еще, каким ПВЕ-режимом нам выстрелит калибр. Калибры, я не знаю пока, там никаких не сроков, ничего, никаких подробностей нету. А здесь уже вот он, полноценный ПВЕ-режим, первая миссия. И есть на что посмотреть, есть от чего отталкиваться. От всей души желаю Survarium и Vostok Games процветания, динамичного роста, чтобы вот прям выстрелил в этот ПВЕ-режим, больше чем уверен, чем успешней будет ПВЕ-режим, тем быстрее и сочнее мы получим открытый мир от Survarium. Всем огромное спасибо за просмотр, друзья, всем удачи, если кто-то побежал уже скачивать Survarium. Всем приятной игры, всем отличного настроения, с вами был Дэн, новости с Survarium. И до следующих видосов и трансляций. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok